У нас на Северном Кавказе в горах чего только нет. И курганы с амазонками, и великанов в родина ходили. Вдруг односельчанин мужа наткнулся на информацию о древней библиотеке, спрятанной в горах. Нашел шахту по версии вентиляционные приспособления. Нашел дверь, которую собирался вскрыть с группой людей. Накануне очень странно погиб. Вопрос такой, правда существуют библиотеки древних, спрятанных в горах? Правда, я считаю это правдой. Почему не удалось добраться? Потому что обычным людям эта информация не нужна. Есть ли информация, которую дают пришельцы? Есть ли информация, которая хранится где-либо в текстах или еще в чем-либо? Эта информация есть. Но ей не хотят делиться. Почему? Если людям дать сейчас... Вот смотрите, если бы в средневековье какому-нибудь царьку дали бы автомат Калашникова и бесконечное количество патронов, чем бы это закончилось? Да он истреблял бы миллиарды людей, всех бы истребил. Угодных и неугодных, потому что это было проще и быстрее. И уже не было бы развития эволюции и цивилизации. Точно так же и сейчас. Если дать там новые витки эволюции, новые какие-нибудь системы эволюционные, то люди, находясь на том уровне сознания, на котором они находятся сейчас, они прибегнут к тому, чтобы это не использовать для развития, а для того, чтобы это использовать для разрушения. В итоге начнут друг друга разрушать. Это сейчас уже происходит. Мы просто не понимаем этого немножко. Елена Москалева. И что же вы там дальше спрашиваете? Ну вот. Поэтому не нужно стремиться искать эти книжки. Их, скорее всего, кто-то охраняет. Поэтому не нужно это вам.